Как голосовали вы с Жигути и Нижнем Архизе, мы расскажем чуть позже. А сейчас о церемонии закладки первого камня 17-этажного одноподъездного жилого дома для сотрудников органов внутренних дел Карачаева-Черкесии. В мероприятии принимал участие глава республики Рашид Семрезов и начальник главного управления МВД по Северокавказскому федеральному округу Сергей Бачурин. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Закладки капсулы начнется строительство 17-этажного жилого дома для сотрудников полиции. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов поздравил всех собравшихся с запуском строительства данного объекта. Также он выразил благодарность руководству МВД России и подчеркнул, что новый жилой дом решит жилищный вопрос многих семей сотрудников полиции. Событие очень знаменательное. Мы с вами сегодня будем участвовать при закладке капсулы строительства многоквартирного жилого дома. Буквально минуту назад я узнал о том, что это будет рекордное по количеству этажей здания в Карачаево-Черкесской республике. Я хочу выразить вам благодарность за ту поддержку, которую вы оказываете не только в материально-техническом обеспечении органов внутренних дел, но и, конечно же, для жилья и быта наших сотрудников. В свою очередь начальник главного управления органов внутренних дел по СКФ Сергей Бачурин отметил, что с завершением строительства этого многоквартирного жилого дома в 2022 году действующие сотрудники полиции и ветераны, которые стояли в очереди на получение квартир, будут обеспечены жильем. Несмотря на сложности экономического характера, ведомство ставит для себя приоритетную задачу обеспечить жильем сотрудников органов внутренних дел, ветеранов органов внутренних дел. От имени министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации, колокольца Владимира Александровича, выражаю слова благодарности главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Борисовичу Тимрезову, министру внутренних дел по республике Александру Николаевичу Миличенко за принципиальную позицию в решении социально значимых вопросов для сотрудников полиции. После отличившейся сотрудники ТЛМВД по Карачаево-Черкесии, непосредственно занимавшиеся организацией строительства дома, были отмечены ведомственными наградами. Министр внутренних дел по республике Александр Миличенко подчеркнул, что новый 106-квартирный жилой дом будет оборудован всем необходимым. На территорию установят детскую игровую и спортивную площадки. Также будет и парковка. 106 квартир будет построено. Люди наконец-то смогут в нормальных бытовых условиях проживать, могут нести службу. Безусловно, это долгожданное событие. Ветераны ждут этого сотрудники, которые не работают. В завершении глава Рашид Темрезов, начальник главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин и руководитель МВД республики Александр Миличенко заложили капсулу, построившийся новый 17-этажный многоквартирный дом. 106 семей уже к 22-му году получат ключи от новых квартир. Олег Халипшоков, Руслан Харченко, Вести, Карачаева, Черкесия.